Мой созыв, по сути. 2000-2001. Ну нет, просто требования знакомые, а так все знакомо. Ну да, в первые-то, конечно, волнения были, тем более приехал последний день. Даже не потренировался здесь. Ну, собственно, давай с этого начнем. Ну, конечно, хочется становиться лидером и в сборной. Чтобы ребята подтягивались, и я у кого-то что-то новое подбирал, чтобы здоровая конкуренция у нас. А так, ну, не чувствую себя старичком. Вообще нет. Ну, новый вызов, новая история. Все равно главная цель – первая сборная, и чтобы попасть в первую сборную, нужно уже отсюда начинать. И будем стараться доказывать, чтобы уже в следующий раз, а может, или через год, или через два, уже попасть в основную сборную. Да нет, какая может быть ревность. Мы живем в одной комнате, я поздравил его с вызовом. Пожелал ему удачи, главное, без травм. Но произошла такая ситуация, что он заболел. Я ему сразу же позвонил, как об этом узнал, спросил, как он, как здоровье. Мы обсудили. Он, конечно, расстроился. Для него большой шанс это был проявить себя на Евро. Ну да, сегодня такая втягивающая тренировка была. Немного, конечно, было тяжеловато после отпуска. Ну, десять дней не тренировались. Так только вот тренировки, которые нам присылал тренер по физподготовке. Но все равно это другое, когда выходишь на поле с мячом в работе. Все равно это как бы по-другому. Закончилась у нас последняя игра. Я на следующий день уехал сразу же на рыбалку. Где-то дней восемь провел там. Наслаждался природой. Вообще красота. А где рыбачил? Ну, ближе к Казани так, а ездил в Киров. Из Кирова ехал вот туда, именно в то место на рыбалку. Потом вернулся в Киров и обратно в Москву. Ну да, как бы с папой раньше всегда ходили, когда ездили к себе. Все в наш город, в Котлас, откуда мы всегда ходили на рыбалку. Что поймал? Ну, ну или много всякой рыбы. Килограмм двадцать привез где-то. На что ловишь? Расскажи себе. Поделись и кормят? Да, обычно на спиннинг, на блесну забрасываешь и ловишь. А как думаешь, если будет футболка, ты можешь стать рыбаком? Да нет, даже не думал об этом. Ну, как говорил мой папа в интервью, то что я ему раньше говорил, почему я выбрал футбол, потому что там большие ворота. Ну, не знаю, может я реально так и говорил. А так, ну не знаю, просто мне больше понравился футбол, чем хоккей. Ну, хотя мне хоккей тоже очень нравится и играл я раньше у него. Не знаю почему, но вот так выбрал футбол. А у Розбати будет зарубой? В хоккей футбол? Ну, футбол особо нет, а в хоккей раньше, конечно, я приходил к нему на тренировки. Всегда любил с ним поиграть, поотбирать у него мяч, это было не очень легко. А сейчас еще есть футбол? Нет, сейчас вообще, как бы, возможности это нет. Все равно это любой выход куда-либо, какая, не дай бог, травма, все равно, как бы, вообще нет такого вообще. Я пришел в Академию «Динамо» в 5 лет, хотя набор был 6, и я занимался на год старше с ребятами до какого-то периода. И потом меня уже перевели в свой возраст, и вот, после своего возраста там у нас молодежная команда была, потом UFL создали, чуть-чуть UFL поиграли, «Динамо 2» тоже, и вот в основной команду попал. Конечно, UFL тоже помогло. Когда меня туда, ну, как говорится, не знаю, спускали или давали играть там, все равно это игровое время, это физическая форма. Получалось там забивать голы, отдавать передачи, это все равно какой-то стимул, уверенность придает, и, как бы, я очень рад, что у меня было такое время поиграть в UFL. Ну, я думаю, это первый матч за основную команду мой, когда дебютировал с Тамбовым, и мой первый гол в «Спартаку» в кубке. Какие мысли чувствовал, когда коленки держал? Ну, когда я выходил на первую игру с Тамбовым, конечно, было волнение. Так немного трясогузочка, можно так даже назвать. Но потом это как-то все прошло. Ну, а когда уже со «Спартаком» играл, уже особого волнения никакого не было. Только когда забил гол, конечно, радовался очень сильно, кричал даже. Ну, я не знаю, особо не помню, знаю, что я всегда за «Реал Мадрид» следил, и их игры, наверное, в Лиге чемпионов, их финалы. Сколько они в финалах играли, думаю, их голы Криштиану Роналду в этих финалах. Ну, это бы, наверное, и пересматривал. Ну, Криштиану Роналду с детства. Пока не думали об этом, нам надо сейчас сплотиться. Новый коллектив, новая команда, будем двигаться. Поэтому сейчас этот сбор, чтобы познакомиться всем, чуть наиграть какие-то связи, а в сентябре уже серьезный этап предстоит нам. Ну, я слежу и за Испанией, и за Англией, ну, за топовыми чемпионатами, конечно, и Германии. Хотел бы поиграть, конечно, может быть, даже в Германии и в Испании. Ну, в Испании понять зря, а в Германии за кого? Ну, в Германии, если Холланд уйдет из Боруссии, то на его место хотя бы. Вот я сказал, как Холланд, мне в последнее время очень нравится. Ну, и Ливандовский, наверное. Ливандовский. Ну, я думаю, это когда вот мы ездили на чемпионат Европы, вот, может, и у Франции вот эти защитники, они у очень хорошего уровня, думаю, и с ними. А после какой год у нас страны ты бы хотел бы сыграть? Бразильцев, наверное. Тука или тука, я не знаю, Сандра всегда тука называет. Такое. Любой другой вид спорта, ну, наверное, хоккей с мячом. Ну, могу поиграть в приставку, могу поиграть в компьютер. Но не так, чтобы прям каждый день. Так, на базе, когда скучно, могу поиграть в это, а так, ну, особо... Каждый день этим не занимаюсь. Какие компьютерные игры ты любишь играть в приставку? Ну, в приставку, там, как... FIFA и NHL обычно играем, а в компьютер, ну, в Counter-Strike. Да, я музыку всякую слушаю, нет особого чего-то. Моргенштерн, Крит, Элджей, как бы, ну, все. Всех слушаю. Что сейчас у тебя на репите? Клава Кока. Да, обычно, кому как, наверное. Я думаю, все сидят в соцсетях. У тебя что есть? Тикток, Инстаграм, что у тебя? Ну, Тикток есть, но я, ну, мне... Я туда ничего не выкладываю, но просто смотрю, конечно. Даже, наверное, большинство времени провожу в нем, потому что иногда делать просто нечего. А так, Инстаграм, Ватсап, ну, и ВКонтакте иногда там новости почитать какие-нибудь. Я люблю все кушать, ну, может, паста карбонара, наверное. Особо нравится когда. Ты умеешь готовить? Ну, не знаю, не пробовал. Обычно мама готовила, или девушка. Один раз только пельмешки парила, все. Любимая, когда мама и подруга? Ну, любимая, когда мама, я думаю, мне все нравится. Она очень вкусно готовит. Ну, самый топ. Самый топ. Не знаю, даже супы, наверное, супы выберу. Сильный и эгоист, наверное, в каком-то смысле. И, ну, неуступчивый. Ну, максимума своего. Там, заиграть в основной сборной. Там, выполнить какую-то свою цельную, поставленную на сезон. Ну, и доиграть. Чем больше, тем лучше. Лет. Ну, у меня много друзей. В футболе же много, а я друзей не знаю. Но сейчас, наверное, ближе всего я общаюсь и с Захой. Еще ребята есть из «Динамо-2», там, Влад Галкин, Илья Кубцов, с которыми я чаще проводил в свое время. Что батя говорит? Тебе вообще какие-то советы по футболу дает и стараться не лезть? Не, ну, конечно, мы разговариваем после каждой игры. Обсуждаем все. И положительные, и отрицательные моменты. Так что, помогает мне. Ну, у меня детская мечта была стать футболистом. Но я сейчас потихоньку-потихоньку становлюсь им. И скоро постараюсь выполнить эту мечту. Ну, исполнить как бы. То есть сейчас ты пока не футболист еще? Ну, блин, пока только начинаю. И отыграл полсезона на таком уровне. И постараюсь еще чем больше, тем лучше. И тогда уже можно говорить, футболисте или нет. Скажи мне, а ты на улице поздравил? Ну, бываю, да. У себя там на районе, когда прихожу на поле поиграть, бывает такое. Ребята подходят, просят фото. Вы никому отказываетесь? Да нет, чего отказывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова